Ну в принципе я считаю, что какие-то общие правила игры должны быть понятны для всех на информационном поле. Но вообще-то запрета на интернет не должно быть, потому что иногда бывает так, что у нас запретительные меры начинают применять в вас. Я сегодня как-то в шутку даже сказал, что если вы хотите контролировать интернет, самый лучший способ это отключить электроэнергию по всей стране. Но в принципе я согласен, когда принимаются меры по ограничению, допустим, эротики, порнографии, терроризм в интернете. Это, так сказать, все это принимается. А что касается, допустим, сегодня Юрий Мизин сказал, что конечно СМИ должны быть в интернете, но регистрация должна только носить уведомительный характер. Это не должно как-то, потому что все считает СМИ, тоже нельзя, понимаете. Потому что каждый должен, так сказать, заявлять о том, что он является СМИ и добровольно регистрируется и действует всем этим правилам. Но у нас иногда бывает так, что ограничение интернета идет, допустим, замедление открытия сайта, допустим, вообще доступа нет. Это все равно. Интернет ограничить очень сложно и, можно сказать, практически невозможно, потому что через другого провайдера, через что-то прокси это можно выйти. Потому что тот опыт ограничения, допустим, наших интернет-сайтов, он ни к чему хорошему не принесет. Наоборот, это вызывает интерес. И я думаю, что в ближайшие годы интернет у нас будет развиваться, в общем-то, более, наверное, быстрыми темпами. Сегодня прозвучала цифра, что у нас 12,5% в стране будет пользователей. Но если, допустим, это в два раза увеличится, где-то у нас будет 25%, я думаю, это будет очень хороший показатель к этому, в принципе, и государство стремится сейчас. Идет компьютеризация школ, вузов. И это будущие пользователи интернета. В принципе, я всегда был сторонником бумажного носителя, всегда читал газеты, журналы. Но в последнее время я очень много внимания уделяю интернету, потому что в режиме онлайн получить новость, допустим, узнать о том, что происходит в мире и в стране, я думаю, это очень важно. Я считаю, что у интернета в Казахстане большое будущее. И просто государство должно способствовать этому. Сейчас же, видите, даже билеты начали уже продавать в электронном... Продолжение следует...